Больше трех тысяч километров преодолела Джейн Сеттер, чтобы попасть на лингвистическую конференцию в Одинцовском кампусе МГИМО. Профессор фонетики из Великобритании рассказала участникам международного научного мероприятия о голосе, английском произношении и о том, как все вышеперечисленное влияет на восприятие человека окружающими. Над книгой Джейн работала большую часть своей жизни и знает все о том, как нужно правильно говорить. Но судить собеседника по произношению не стоит, уверена профессор. Доклад британского профессора Джейн Сеттер открыл конференцию, которая стала событием международного уровня. Обсудить проблемы современной лингвистики, перевода и коммуникации в МГИМО Одинцова приехали ведущие эксперты из 12 стран мира. Одна из тем связана тем, как WhatsApp можно использовать для улучшения своих знаний в иностранных языках и в коммуникации. Понимаете, вот такого рода тем в этой огромной программе очень много. Это свидетельствует о том, что МГИМО и Одинцовский кампус МГИМО имеет очень серьезную специализацию. Он совершенно не повторяет то, что происходит на проспекте Вернадского. Цифровизация приходит не только в экономику, но и в лингвистику. Новые подходы к обучению студентов совсем скоро начнут искать в Одинцовском кампусе МГИМО. Здесь откроется Центр подготовки специалистов по большим данным, искусственному интеллекту и инновациям в экономике. Здесь в Одинцово мы хотим сделать так, чтобы мы оперативно, но при этом продуманно, научно обоснованно реагировали на те потребности рынка в кадрах специалистов, которые сегодня появляются и нужны. И хотя цифровизация охватывает все больше областей нашей жизни, лингвисты уверены, ни один робот-переводчик никогда не сможет заменить человека. А это значит, что высококвалифицированные специалисты будут востребованы всегда. Доказательство этому – лингвистическая конференция в кампусе МГИМО. За два дня выступили свыше 200 докладчиков. Интерес к этой науке по-прежнему высок. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.